Доброго времени, дорогие друзья, гости, подписчики. С вами Елена и канал Дневник Городской Удачи. Сегодня я занимаюсь распикировкой цветочков. Ну, не только сегодня, пару дней. И перцев вот из таких. Вот это у меня вторая партия, когда посажены были. Вот тульские. С третьего раза только у меня взошли, например. Это маленькие такие, маленькие перчики, которые засушиваешь. Потому что, может, они вот такие вот малюсенькие. Только третий пакет купила в разных местах, три пакета. Один пакет только зашел. Но это ладно. Хотела показать вам рассаду томатов. Вот вы не поверите, какой возраст этой рассады. Посмотрите, какая шикарная. Я вынула, да? Тут неудобно, например. Ну вот. Корешки, видите, какие. Да, сейчас мы еще одну выйдем. Смотрите, какие корни. И сколько? Это она у нас, вот у меня захват руки, 15 сантиметров. 10-15 сантиметров высота рассады. Листики хорошие, крупные. Рассаде всего были семена посажены 7 мая. А сегодня у нас 21 мая. Это получается сколько? Две недели. Рассаде всего две недели с момента посадки семян. Я сажала по три семечка в каждую луночку. Вот такие вот, видите, маленькие такие емкости. В каждую полосу у меня идет разный сорт. И, видите, прекрасно-прекрасно выросла рассада. Вот местами даже по две я оставила. Видите? Так что, была посажена 7 мая. Сегодня 21 мая. И, я думаю, вполне стояла на парнике. Ночью там прохладно, днем тепло. Так как и нужно любой рассаде. Так что, дорогие мои, я думаю, что не стоит торопиться с ранней посадкой. Ну, конечно, рано посадить тоже неплохо, потому что ранний урожай и томаты, когда начнут уже давать урожай, они не попадают под фитофтором. Но и всегда старайтесь посадить рассаду. Она прекрасно вырастет и тоже даст какой-то урожай. Так что, вот такой прекрасный у нас. Это, конечно, не все мне. Это на трех человек у нас эта рассада у меня посажена. Так что, вот, любуйтесь на такую красоту. Сегодня я засниму. Я их буду пересаживать сегодня вот в такие стаканчики. И где-то через два дня я буду высаживать в грунт. И вот через два дня... Сейчас я посажу дня, через три мы посмотрим, в каком состоянии она будет. Будем смотреть, наблюдать за ростом ее. И когда все-таки она начнет плодоносить. На этом я закончу. Спасибо за внимание. С вами была Елена и канал Дневник городской дачницы. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok